всем привет кто присоединяется добрый день добрый день девочки для вас проведу эфир я меня зовут юлия фролова я являюсь творческим партнером компании имя также действующим мастером и преподавателем своих онлайн и оффлайн курсов итак я вам сегодня буду показывать моделирование а именно наращивание с витражным гелем с таким малиновым и покажу дизайн с новыми декорациями к необычная будет сегодня композиция вот именно из такого оттенка геля и слайдеров осенних осенний слайдеры на address номер 119 и также вот такие шермиконы вот честно говоря номер я не помню сейчас не посмотрела но в описании к прямому эфиру все материалы будут прописаны и так я поставила себе форму меня ногти будут миндалевитные поэтому форма стоит слегка с небольшим наклоном вниз так главное поставить ее ровно чтобы не было никаких нигде зазоров на себе конечно не особо удобно поэтому я форму поставила заранее чтобы время у вас эфирные не занимать этим потому что слегка неудобно поэтому будет долго и так выкладываем свободный край прям этим гелем делаем свободный край длину можно выбирать на себе на клиенте до любую какую вы хотите ну вот когда хочется продемонстрировать какой-то дизайн или материал конечно же длина будет показательнее когда она такая знаете достаточно не маленькая поэтому я наверное себе сделаю вот четверочку сначала я свободный край моделирую этим гелем очень хорошо это делать удобно все видно страсть сделать подложку максимально ровную максимально ровно для того чтобы меньше было пилить вообще когда вы делаете моделирование чем точнее сделано моделирование чем ровнее вы изначально материалом выявили форму тем меньше будет а пила тем легче потом пилить потому что самая такая большая проблема дал мастеров это именно а пил а пил а когда доходит дело домой на моделирование оказывается что да есть огрешности в моделировании поэтому соответственно я пил получается довольно таки длительным поэтому самое важное это поставить но если это наращивание до ровненько форму и выложить архитектуру максимально ровно так я пока что отправляю в лампу всем привет кто присоединяется девочки всем добрый день так сушу и еще хочу немножечко усложнить дизайн который будет добавлю вот такие краски эта краска флекс ска из коллекции конфетти и витражная краска манго мохито так вот такая получается у нас подложка и сейчас на свободный край я хочу чтобы у меня там блестки были немножечко чтобы так поблескивал свободный край внутри такой найти аквариумный вариант дизайна я вот растяну блестки слегка просто взяла вот так их положила сушу 30 секунд и далее достраиваю архитектуру витражным гелем так вот такие блестки взяла я еще буду их растягивать только сверху я придумал очень интересный вид моделирования классно будет смотреться все вместе в композиции со слайдерами так краску мы высушили если на такой длине моделирование делать неудобно в одну каплю можно сделать в два этапа вот я иногда делаю в два то есть наношу гель на среднюю часть ногтя на среднюю часть ногтя смотрите как прикольно получается делаю здесь небольшой объем в серединке потом уже буду достраивать архитектуру так как гель знаете он вот удобен для моделирования но когда длина небольшая когда длина большая можно конечно справиться в одну каплю но будете очень долго ловить поэтому вот удобнее всего будет вот на этом этапе сейчас в два этапа сработать то есть для сначала вот видите небольшой объем чик ты сделали потом уже достроим архитектуру полностью вот такой гель в этой линейке есть еще два оттенка да настолько синий фиолетовый глубокий очень цвет и зеленый такой зеленый изумрудный рассказать теперь одно в декабре когда будут востребованы дизайны у нас такие с блестками все на новый год в основном делают такие дизайны из года в год не сказать чтобы до какой-то тренда будет на дизайна но клиенты всегда просят что-то такое новогодние с блестками и и вот эти гели как раз очень здорово выручат потому что можно много классных вариантов дизайнов придумать именно вот совместить с моделированием с такими витражными гелями так высушили теперь наносим основную часть до сначала ставлю под кутикулу так кстати здесь будет краска стоять и блестки можно прям сильно сильно под кутикулу гель не загонять пусть там останется прям вот миллиметрик место так еще раз промазываем тоненьким слоем до чтобы не было здесь лишней толщины чтобы много не пилить ставим каплю и моделируем уже полностью готовую архитектуру стараемся это сделать максимально ровно опять же повторюсь чтобы меньше пилить чем вы точнее делаете моделирование тем меньше времени уходит на опил архитектура так сейчас единственно неудобно на камеру я переверну проверю ровность выкладки если что-то где-то у нас там мешает можно вот в таком положении кисточкой себя поправить кисточкой себя поправить сейчас секундочку если даже где-то какая-то огрешность можно потом добавить материал сейчас я засушу потому что что будет просто неудобно всем привет кто присоединяется всем привет у нас сегодня эфир по моделированию витражным гелем с осенним дизайном с осенним дизайном вот даже по блику да можно посмотреть здесь блик не преломляется а вот здесь есть такая микроскопическая ямочка я вот хочу ее заложить потому что найти витражом работать до его видно но вот некоторые моменты до тяжело просматриваются особенно то что сейчас я на камеру работаю я могу некоторые моменты не увидеть а так вот если посмотреть с этого бока на архитектуру до нас апекс находится по центру если большой зазор боковых параллелях на опил если присмотреться вот здесь вот да можно чуть-чуть добавить сбоку во в рост гель чтобы потом при опиле не было у нас никаких не возникало нюансов и все тут опил будет такой не минимальный поэтому можно уже на этом этапе отправлять в лампу и досушивать полностью просушиваем как следует архитектуру и я уже заранее заготовила декорация вырезала некоторые элементы вот такой листочек желтый зеленый желтый так как у нас будет витражная желтая краска не вот такой вот мне очень нравится элемент с буквами с надписями так сейчас дождемся полного высыхания гель сохнет в небольшую если толщину то в мощной лампе за одну минуту он просыхает но лучше не рисковать и сушить две минуты тем более если вдруг вы не уверены в своей лампе лучше пересушить чем не то сушить базу кстати я наносила вот такую без гель классический забыла показать и так гель у нас высох теперь мы можем снимать форму снимаем аккуратно вот щелкнула теперь можно отклеивать вот такой ноготочек у меня получается красивый теперь можно опилить так убираем липкий слой но когда вы работаете эти этим гелем уже полностью до под кутикулу то конечно же материал нужно заводить поближе так у меня здесь еще будет дополнительный материал стоять я не стала ставить гель под кутикулу здесь видите у меня такой прям запас небольшой есть отступ что иначе если отступ этот не сделать то с дальнейшим материалами получится перебор и у нас вместе в районе кутикулу появится ступенька она нам совершенно не нужна и так я сейчас такой черновой форму свободному краю придаю и даю форму убираю лишние там опиливаю поверхность свободного края когда кстати моделируйте длину до сделайте тоже с зазором чтобы у вас был запас на опил то есть не моделируйте сразу например вот вам нужна четверка вы сразу четверку по форме выложили моделируйте чуть длинче ноготочек чтобы потом они в итоге не получились короче чем вы задумывали так поверхность свободного края опиливаем верхнюю части уже не трогаю потому что там материал лежит ровно и его пили не нуждается боковые части боковые стороны тоже выравниваем всем привет девочки кто присоединяется к прямому эфиру слишком острую форму я не люблю поэтому свободный край меня такой не совсем остренький немножко округлый так все след проверю ровно неровно потому что немножечко с моей стороны кажется кажется что ровно когда переворачиваешь на может быть что не очень и так такой получился у нас ноготочек теперь можно бафить и приступать дизайн к дизайну видите хоть я и пилила медленно потому что неудобно на камеру это делать не очень но а пил у меня довольно быстрый так как материал лежит ровно хотя можно даже еще ровнее положить это если прям заморочиться так сейчас я с этой стороны еще немножечко бачок подберу вот здесь хочется скруглить сбоку вот здесь брать объемчик так все готово далее я вашу поверхность прохожусь бафа убираю глянец полностью с поверхности ногтя зачищаю вот эти риски которые от пилки остаются зачищаю все это затем обезжириваю вот как красиво внутри смотрятся блестки и смотрите изнутри какой свободный край да прикольно получается так далее у нас будет тоже сверху небольшой такой градиент можно взять ту же кисть для моделирования который выкладывался материал у меня это лепесток номер шесть мне очень удобно ей работать с гелем можно взять кисть овал номер четыре тут уже зависит от вашего удобства и небольшое количество краски flex то есть коллекции конфетти еще раз повторю я выкладываю прям под кутикулу ставлю и делаю переход переход этой краской сделать проще простого так как она у нас дойдет это кусочки фольги уголографической поэтому переход сделать очень очень просто и быстро просто растаптываете кистью и все то есть вот так не сильно много блесток нужно ставим уже их под кутикулу смотрим чтобы они везде красиво лежали до чтобы не топорщились сверху потому что же такое может быть можно в принципе воспользоваться любыми другими блестками можно даже взять хлопья какие-то можно фольгу отпечатать то есть в принципе вот в этом дизайне можно использовать абсолютно разные материалы для того чтобы вот этого эффекта добиться то есть не обязательно эта краска блестки могут быть да это могут быть любые вообще блестки пока опила здесь внутри пока краска у нас сохнет я беру влажную салфетку и на нее укладываю слайдеры чтобы они соединились от бумажная основа можно это делать на ватном диске смоченным водой теплый холодный неважно я обычно вот на влажных салфетках это делаю мне так удобно и быстро чтобы мне не брать лишние предметы пока я работаю и так далее мы берем краску манго мохито очень красивый такой даже я бы не сказала что желтый оттенок а ближе к охре итак берем небольшое количество краски этой кстати перед применением ее можно перемешать потому что бывает такая полупрозрачная фракция отстаивается сверху и вы можете зачерпнуть краску но будет не очень насыщенный поэтому берем небольшое вот количество и наносим под кутикулу то есть мы делаем сверху краски конфетти переход с витражной краской то есть дублируем когда покроем топом будет очень прикольный такой эффект можно конечно так не заморачиваться можно сделать просто моделирование этим гелем но мне захотелось узнаете люблю я усложнить все захотелось к что-то более сложно и так здесь вот эту границу краски растаптываем прям где вытираю кисть и сухой кистью лишнее убираю получится плавный переход тогда сушу 30 секунд сохнет краска и далее мы наносим декорации для того чтобы поставить слайдеры нам нужен слайдер топ так где он у меня вот он слайдер топ самая замечательная вещь для постановки слайдеров и вообще крепления различных декораций шермиконы сверху если им покрыть тоже все замечательно стоит ничего не отслаивается не откалывается и хорошо носится так что топ текус нужно было его и так наносим небольшое количество топ и слайдер чтобы с толщиной не переборщить не переборщить я беру кисточку вот прям ту же которой моделирование делала и распределяем по поверхности топ слайдер тонким слоем то есть выравнивать тут сейчас ничего не нужно на этом этапе и даже небольшое количество топ и слайдер будет классно держать декорации сушу его 30 секунд то есть когда вы конвейером работаете кажется что сейчас а что-то сложное дело но при работе конвером то сразу поочередности да на одной другой руке клиента это делать очень быстро тем более у нас уже с вами сразу получается такой фон на который ну готовый фон то есть нам не нужно тратить время на то чтобы покрыть ноготь декоративным покрытием каким-то да то есть все у нас уже все готово то очень удобно когда вы моделируете цветными материалами и так нам нужно поставить слайдер хочу чтобы вот эта надпись внизу полностью уместилась полностью уместилась так и так как у нас слайдер он такой достаточно большой да он полностью у нас сейчас лег на ноготь полностью лег и остальные слайдеры если ставить вот в принципе можно конечно и сюда сбоку сейчас вот зеленую веточку поставить а вот оранжевую наверное уже здесь не нужно иначе будет перебор я заранее заготовил конечно и оранжевую и зеленую но наверное все таки перебор будет не буду ставить можно конечно сейчас высушить нанести убрать остатки пленки нанести снова топ слайдер снова на него же поставить в принципе когда вы вот так вот ставите на эту пленку следующую декорацию тоже все потом хорошо держится главное просушить итак отправляем в лампу сушим ну секунд 15 будет принципе достаточно секунд 15 будет достаточно далее нам понадобится либо дегидратор либо ультрабонт мне нравится сейчас дегидратор здравствуйте инструктор юля до юлия фролова привет итак обрабатываем наши декорации убираем остатки пленки и теперь я для того чтобы зафиксировать декорации не все-таки достаточно большие они легли полностью на весь ноготочек наношу топ слайдер и тонким тонким слоем вот таким вот тоже не выравнивающим тонким слоем распределяю по поверхности и сушу лампе и так люблю ваш дизайн и супер я очень рада очень красивый дизайн получится очень красивый потом обязательно в моем профиле будет добавлено фото потому что в прямом эфире все равно цвета съедаются цвета скидаются и на фото будет как бы лучше видно то что внутри есть я потом у себя и в stories покажу аккаунт отмечу думаю тоже в stories продублируют вот так далее мы наносим топ тег вас так как у нас еще будет стоять здесь слайдеры тут уже как раз можно слегка выровнять поверхность особенно вот в центральной части где блестки сверху слайдер да есть такие неровности поэтому топом the class мы сейчас вот слегка выровняли и теперь отправляем в лампу на одну минуту топ тег с нужно сушить перед постановкой шермиконов не менее одной минуты в идеале конечно две минуты но и одна минута тоже принципе будет достаточно потому что если его не до сушить допустим 30 секунд вы высушили потом ставите слайдер у него остается вот такая еле заметная дисперсия он все равно такое знаете как вот как липкая резина что ли вот и не зак объяснить все равно дисперсия остается небольшая и он и так если вы его используете как топ до основной то и носить он будет хуже если его не до сушить и с чем дольше вы его сушить и тем он прочнее будет и декорации соответственно встанут тоже лучше очень хорошо на него все клеится просто замечательно и так какую декорацию здесь выбрать здесь видите есть такие неровные цепочки крупа крупнее потолще да но это уже на какие-то большие такие ногти мне нравится наверное вот этот элемент можно поставить не полностью на ноготь а вот край шаг отрезать будет очень здорово смотреться и больше здесь ничего не нужно потому что дизайн нас так получился очень насыщенный вот край шагу так оставляю так сейчас я прицелюсь хотя можно этот краешка использую с другой стороны как раз для тех кто не любит выбрасывать декорации тех кто любит чтобы все все шло вход так сейчас я подцеплю отрезали и вот этот маленький кусочек тоже можно использовать например с другой стороны на букву заходить не хочу а вот сюда сбоку очень даже можно и так приклеиваем еще забыла отметить что нужно приклеивать на топ который уже остык то есть топ текус топ нагревается в лампе да и перед тем как ставить декорации дайте ему немножечко остыть так как у меня гелевые ногти укрепленный гелем жестким материалом поэтому я выбираю топ ультрашайн в качестве покрытия топ текусом не очень люблю потому что топ ультрашайн он дольше сохраняет блеск свой это для гелевого моделирования для если вы например смоделировали базой то этот топ не подойдет особенно если ноготочек такой небольшой мягковатый этот топ не подойдет он может вернее не может а он даст трещину то есть он потрескается сверху покрываем топом наш дизайн готов и когда мы покрываем топом шермикона не забываем о том что их нужно выровнять потому что они ну чтобы они не топорщились так выровняли можно топ с центровать чтобы на свободном крае не было натека сейчас высушу быстренько вам покажу всем привет девочки кто присоединяется и мальчики тоже и так слегка подсушила топ он уже схватился но я вам могу показать так вот такой получается дизайн классный витражный ноготь с очень крутым эффектом до с аквариумным сейчас я досушу досушу топ топ ультрашайна сушим одну-две минуты тоже зависит от мощности вашей лампы вот у меня лампа ими я сушу в принципе одну минуту все прекрасно просыхает и глянец сохраняется до следующей коррекции и кстати он не так сильно царапается как например текус если его использовать как топ именно да и так вот такой классный получился у меня маникюр не один ноготок это гель вот боюсь сейчас неправильно произнесу амберина вроде бы это такой малиновый витражный гель очень красивый очень классно витражный гель и дружит с блестками с различными поэтому я вам решил его сегодня показать в в комбинации с вот такими блестками flex из коллекции конфетти и с витражной красочкой моим получился очень здорово и так вот такой ноготочек получился классный сейчас я постараюсь сделать красивое фото чтобы вы могли детально все рассмотреть все что там внутри находится и так все эфир подошел концу я буду его сохранять всем большое спасибо за то что вы присутствовали за то что смотрели меня всем пока